Свой бизнес это всегда шаг в неизвестность, ответственность, затраты. Открыть собственное дело мечтают многие, но решается далеко не каждый. Попродолжаем рассказывать о тех, кто не побоялся рискнуть и превратил хобби в главный источник дохода. Один из таких людей Томас Купатадзе, основатель производственного центра эксклюзивной одежды и школьной формы Вильветта. О развитии бизнеса поговорим с нашим героем прямо сейчас. Томас, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в мастерской, где уже все обустроено, работа налажена, но вернемся к истокам. Расскажите, как пришли к идее создать собственный бизнес, почему именно в сфере ателье производства одежды? Мне всегда хотелось создавать-производить. То есть купить-продать может любой, а создать, произвести качественное, достойное изделие может не каждый, который отвечает всем эргономическим, всем функциональным возможностям школьной формы. Также один из этапов моей жизни был это семейные ценности, то есть передача от бабушки мастерства вышивки решелье, которые качественно впитали в себя мои родители, моя тетя, и также передала она это мне. Я выпускник курсов государственного инверситета, индустриально-педагогического факультета. В процессе обучения я проходил всевозможные мастер-классы, участие в различных конкурсах. То есть это был тот фундамент, который дал мне уверенность в том, что это несложно, это возможно, это интересно. В процессе обучения в аспирантуре также была подобрана интересная тема по поводу истории возникновения школьной формы 18 века. То есть процесс создания школьного производства был уже непосредственно в студенческие годы и вузовские. После мелкими шагами мы начинали свое производство, начиная с одного класса, с 20-30 человек. Сейчас ежегодно мы уже отшиваем в районе 2-2,5 тысячи школьников. Не страшно было уходить в свободное плавание, и все-таки конкурентов много. Чем решили выделяться на их фоне, и на что сделать основную ставку при создании центра. Мы изготавливаем те вещи, которые не каждое ателье возьмется, скажем так. Поэтому мы и называемся производственный центр, где мы решаем более глобальные задачи по подборке образов, по решению более стратегических вопросов. Непосредственно при создании школьной формы мы делали акцент на непосредственно качество ткани, поддержка русских производителей, российских производителей тканей. Начиная с 3-4 моделей, наша коллекция уже включает около 30 единиц товара. Это как шорты, брюки, юбки, всевозможные топы и остальное удобное для носки детей. Что касается подкладок, мы выбираем, опять же, полунатуральные, вискозно-жикардовые. Опять же, смотря на своих конкурентов, первым делом нужно взять три основных этапа. Качественное исполнение работы, качественная работа с клиентом. И человек должен понять, что он приходит к нам не для того, чтобы отдать деньги, а чтобы отдать своего ребенка. Качественное убытство. Человек, который ребенок пришел один раз, он к нам приходит многие-многие годы. Расскажите, сколько уже работает производственный центр ваш? И поподробнее, какие услуги все-таки еще заказываете? Опять же, наш центр с каждым годом расширяет свою клиентскую базу, расширяет свой ассортимент. На рынке мы уже более 12 лет, непосредственно, как отшивники школьной одежды, мы около, наверное, 15 лет. Также мы работаем с цирком, с драматическим театром, где отшиваем фраки, тройки, мужские партии для премьер всевозможных нашего госуниверситета. Также помогаем цирку в создании ростовых кукол. То есть наш ассортимент разнообразен, начиная от масок, очень актуальных в пандемию, так и сложных работ, как ростовые куклы, эксклюзивные платья, одежды, клоунские костюмы. То есть мы можем создать любой образ, качественно, недорого, и полностью оправдать все надежды заказчика. Сколько у вас сейчас людей трудится в штате? Расскажите о своей команде. Тяжело ли было подобрать специалистов? Я честно скажу, что команда у меня небольшая, их 5 человек, но это люди, которые проверены временем, проверены непосредственно работой, скажем так, и в огонь и в воду с ними. То есть остаются только надежные, с которыми я уверенно себя чувствую. А что касается поставленных задач, задачи у нас очень, скажем так, наполеоновские планы. Я думаю, мы их достигнем даже с небольшой командой, потому что это надежные сотрудники, которые всегда из любой ситуации найдут вариант. Но все же при открытии бизнеса важен и стартовый капитал, и закупка оборудования. Кому-то обращались за помощью? Безусловно. Первый мой этап становления прошел по программе «Бизнес-инкубатор». Перспективы. Это были данные по льготным ставкам арендные помещения. Также при написании бизнес-плана и обосновании ретабельности производства выделялись суммы. На тот момент это было около 300 тысяч рублей, которые тоже сыграли немалую важную роль в становлении в моем. На эти деньги были закупаны оборудование, также была попытка организовать сайт по производству. Также какие-то ткани были выделены и закупана эту сумму. То есть, если человек считает, что он сможет или хочет, у него есть какая-то мечта заработать какой-то себе имидж, какой-то заработать себе нишу, взять, работать не на кого-то с ИПО, а работать для себя, на себя и, скажем так, для города и области. Он может пойти в мой бизнес, где ему помогут, окажут всевозможную поддержку. В этом году, допустим, при обращении в мой бизнес, нам было выделено финансирование на открытие двух сайтов. Это eBay, это Market Express, который только открывается в Курской области, но я думаю, он завоюет рынки. Также сертификацию производства. То есть за свои финансы это сделать достаточно трудно, потому что это, скажем, не один десяток, а то и не одна сотня тысяч рублей. Для начинающего или даже уверенно растущего бренда, скажем так, это внушительная сумма в период пандемии. Также всевозможные кредитные продукты по льготным ставкам, консультации, юридические, бухгалтерские. То есть есть возможность развиваться. Было бы желание. Даже в кризис без возможности реализации можно воспользоваться каким-то даже незначителем или же значительным субсидированием, тем самым, которое даст старт на дальнейшие вершины. То есть те же самые закупка сырья, либо остаточного на складах фабрик, либо какие-то субсидированные программы тоже по реализации ткани, оборудования и всего остального. И в кризис именно можно стартануть. Томас, чего вы достигли за время работы производственного центра, чем гордитесь, много ли заказов сейчас принимаете? Ну, наверное, коллективом, наверное, своими целями оптимистичными, наверное, горжусь тем, что я занимаюсь школьной формой. Мне кажется, это та изюминка, которой не хватало в нашем регионе. То есть индивидуальный подход по ценам массового производства. То есть это самая низшая. То есть мы не стараемся продать дорого. Мы стараемся продать качественно и много. А несмотря даже на кризис, мы все равно держимся, пытаемся развиваться. И у нас это получается. Как бы я думаю, все впереди. Томас, удачи вам. Спасибо за интересную беседу. Всем доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok